Здравствуйте, с вами дежурный по городу. Меня зовут Игорь Гиндис и вместе со мной за повседневной жизнью Перми и Пермяков наблюдает оператор Александр Аксенов. И есть в нашей команде еще один участник. Вот этот вот автомобиль. Лифан Солана, комфортабельный и динамичный, любезно предоставленный, компанией Демидыч на улице Ким, 75. И, собственно, именно на нем отправляемся мы в очередное путешествие за маленькими новостями большого города. Поехали. Если бы не суровая служебная необходимость, ни за что на свете не пошел бы я вот на эту тропинку. Грязную, скользкую и жутко неудобную. А между тем, каждое утро и каждый вечер несколько тысяч жителей микрорайона. Вторая вышка ходит здесь на работу, на завод машиностроитель, на синергию, в медсанчасть. В общем, люди пользовались вот этой вот лестницей. Но ее закрыли. Комиссия признала, что лестница находится в абсолютно аварийном состоянии. И теперь граждане маршируют в обход по каким-то утлым досочкам через лужи, через грязь. И, разумеется, все бы это чертовски неудобно. Возмущает не то, что властные структуры ее закрыли, а то, что в течение многого времени власти не принимали никаких мер ни к текущему ее содержанию, ни к финансированию ее капитального ремонта. В результате лестница разрушилась. И сейчас 4 тысячи не только работников завода, а близлежащих предприятий. Медсанчасть 140 посещают люди. Ходят вот по такой вот скользкой дорожке. Вот что не говори, а май прекрасен. Потому что только в мае можно полной грудью вдохнуть чудесный запах цветущего миндаля. И именно миндаль, который цветет у одного из домов по улице Сурикова, назначаем мы сегодня кадром дня. Абсолютно бесплатный аттракцион вот уже несколько недель работает на перекрестке улиц Смирнова и Славянова в Мотовилихе. Называется «Внимательный водитель». Хотя почему бесплатный? Ежели залететь колесом в люк ливневки, то денег на ремонт подвески уйдет порядочно. Какая же тут бесплатность аттракциона? А люков открытых, между прочим, целых две штуки. Вот таким увидела очередной обычный день Перми и Пермяков съемочная бригада дежурного по городу. И на этом заканчивают свою работу Игорь Гиндис и Александр Аксенов. Нам осознанно только напомнить телефон нашей информационно-справочной службы. 2-630-300 и сайт телекомпании «Рефей» в интернете www.refei.ru Пишите и звоните, ждем с нетерпением. Участвуйте в нашем конкурсе на лучшую новость недели. И кто-то из вас непременно получит вот этот вот подарочный сертификат на 1 тысячу рублей от магазина обуви «Лель» на Комсомольском проспекте, 17. Ну и это все на сегодня. Свидимся, спасибо, удачи. Пока.